И напроконцы. У Гродня учени и их батьки смогут заказывать школьные обеды про интернет. Новый эксперимент стартует на этом тыдне одразу у пяти научальных установок областного центра. Если пробы с электронным школьным меню будут признаны успеховыми, то даденый опыт планируется распространять на все научные установки региона после Нового года. Вольга Капкович расскажет. Все питание школьное, оно щадящее питание, оно уже предусматривает диет, является диетическим. Но если преимущество выбора мяса, рыбы, например, еще каких-то блюд, салат-вариант, я думаю, комбинатам будет тоже так же предлагаться. Электронное меню дозволить разгрузить и настауников. Теперь про штоденные сборы грошей на харчаванне можно будет забыть. Оплата обедов станет так само электронной, про систему Ерыб. Кошт школьных обедов застанется неизменным. Прикладно 30 рублей в месяц. Это облегчает совершение манипуляций и для учащихся, и для родителей, ну и для педагогов, которые обеспечивают ведение питания, обеспечивают документацию ведения питания в учреждении образования. Виртуальное меню – один из этапов великого проекта «Электронная школа» с такими разделами, как виртуальные дюнники и пропускный режим. Наступный этап – целком вызволить школу от наявных грошей и зробить разлики больше прозристыми. Суть сервиса в том, что родители, учителя, вся бухгалтерия подключаются к облачному сервису платежей, передают информацию туда, мы ее обрабатываем, учитываем посещаемость учащихся в школе, кружки, питание и выдаем как на нашем сайте, так и в систему ЕРИБ. С початку, как плануют специалисты, электронное меню протестируют пять навычальных установок Родна. Когда эксперимент будет признанным успеховым, то до этого года лучше и другие школы регионы. Агольный переход на систему электронной столовой, как различили распространители, мягчимы с нового года.